Ну что ж, давайте начинать. Я начну с чего-нибудь простого, и тогда, если кто-то опоздает, ничего страшного, он не поймет всего лишь сложное. Сначала маленький дисклеймер, короче, я хочу дать, чтобы никто потом не расстроился. Я в анонсе это обещал, что это будет менее инженерно-хакаемое, ну, как правильно сказать, так же, будет меньше инженер-хаков этой лекции и чуть больше теоретических таких компьютер-сайенсовских вещей, несмотря на то, что мы будем говорить про очень практические алгоритмы, которые на практике дают выигрыш, не только в теории. Но в частности, нам понадобится подоказывать немножко сложности. Мне кажется, там очень красивые доказательства, идеи используются. Поэтому будут кусочки математики. В серединке будет небольшой кусочек математики, минут на три. И в конце минут 20 будет про математику. Ну, точнее как, про математику, в смысле применимых к алгоритмам. Я предупрежу, когда это начнется, соответственно, если вы совсем не любите вот этого большой, вот этот матан, гармонические ряды, пределы, ну, в общем, можно встать, уходить, закрывать вкладку в онлайне прям крестиком, чтобы, знаете, не дай бог, это не просочилось вам мозг. В общем, я предупрежу, будьте готовы, особенно в конце будет такой достаточно большой кусочек. На мой взгляд, очень интересный, но, видимо, это зависит от того, насколько у вас хорошие отношения с математикой, вот с этими всеми оценками, асимптотиками и так далее. На мой взгляд, там все очень круто. И второе, видимо, важное отличие сегодняшней лекции. Я начну с чего-то, что, кажется, знают все. Вот, но не начать с этого я не могу, потому что нам вот прямо это понадобится. А именно, я начну с квиксорта, прежде чем я расскажу ту версию квиксорта, которая нам понадобится. Мы немножко поговорим о задачке, которую будем решать. Ну, вот будьте готовы, что начну я с чего-то простого. Не проспите тот момент, когда оно станет, возможно, не таким знакомым. Задачка. Задачка баянистая. Я ее тоже заспойлерил в анонсе. Она очень простая. Нам нужно нечто, некоторая структура данных, которая будет уметь добавлять в себя новые числа и быстро находить минимум из текущих чисел. Ну, в идеале, еще удалять числа. Или хотя бы удалять тот самый минимум. А может, ну, я не знаю, кто-то, может быть, сталкивался даже в жизни с такой задачей, когда нужно такую решать. На самом деле, примеров можно очень много привести. Ну, например, представьте, что у вас есть две последовательности чисел, каждая из которых упорядочена по возрастанию внутри себя. Есть простой и известный всем способ, как склеить эти две последовательности, то есть получить на выходе одну последовательность, в которой все числа будут упорядочены. Надо посмотреть на два первых числа, выбрать из них минимум. Тут в данном случае это двойка оказалась. Эту двойку записать в результирующий массив, сдвинуться, дальше тройку-четверку сравнить, сдвинуться и так далее. Вот так вот, двигаясь слева-направо двумя указателями по двум массивам, мы получим так называемый мерзь двух отсортированных массивов. Это стандартная процедура, всем знакомая. Она используется в сортировке с реальным и так далее. Немножко сложнее становится задачка, если массивов не два, а много. Ну, например, k. Это k, это же много. Или что еще хуже, там, 10k. Где такое на практике может возникнуть? Ну, например, у вас есть k серверов, каждый собирает какую-нибудь метрику, и вот у него есть событие, да, в какие-то секунды происходит событие. Он у себя локально собрал пачку и отправил на мастер сервера. Мастер сервер получил от кучи серверов такие цепочки и хочет их как-то склеить. Но при этом так, что не сложить все в одну кучу и заново отсортировать. Он же знает, что каждый сервер ему прислал уже отсортированно. Он хочет как-то эффективно их отсортировать. То есть наша задача склеить k отсортированных списков. Идея точно такая же, как когда мы склеиваем два списка, только тут указателей будет не 2, а k. То есть мы поддерживаем k указатели. Изначально они все показывают на первые ячейки этих массивов. И из всех этих чисел надо выбрать минимум. Ну, если тут повторяется их несколько, можно любой выбрать. Выбираем минимум, записываем этот минимум, например, двойку, в ответ, в результирующий список. И этот указатель, который указывал на двойку, сдвигаем. После этого выбираем минимум из тех, на которых теперь указывают указатели. Ну, возможно, это будет четверка, может быть, будет тройка, может быть, кто-то из этих элементов, неважно. Соответственно, нам нужна структура данных, в которых мы все эти текущие числа будем хранить, быстро находить минимум, выкидывать его и добавлять туда новый элемент. Если у нас такая структура данных будет, то мы сможем эффективно решить задачу слияния кучи списков. Когда еще такая структура данных может понадобиться? Ну, например, у вас есть один список, и вас спрашивают, вот список очень длинный, а вас интересуют окна в нем размера 500. Это первое окошко размера 500, второе, оно вот так на единичку сдвинут, а третье еще на единичку сдвинут и так далее. И в каждом окошке вас спрашивают минимальный элемент. Ну, например, чтобы какой-нибудь график построить. Красивый. Ну, понятно, как это сделать. Вот у нас 500 элементов, добавим их в нашу магическую структуру данных, которую умеет минимум находить, найдем минимум. После этого выкинем вот этот первый элемент и добавим 501. Теперь в этих данных лежат числа, которые ответственны за второе окошечко. Там найдем минимум и так далее. То есть если бы у нас была такая чудесная структура данных, и они есть, и многие их знают, то можно было бы кучу разных задач решать. И графовые задачи, и лэхтенд дэкстры лучше становятся, если есть такая структура данных. Как алгоритм прима становится, который минимальный остров строит лучше, если есть такая структура данных и так далее. И так как задачка супер попсовая и везде встречается, ей даже дали название, это очередь с приоритетами. То есть очередь, когда можно вытаскивать элемент с наивысшим приоритетом, или минимальный, или максимальный. И есть каноническое, супер каноническое решение, называется куча, которое я сегодня рассказывать не буду, потому что она настолько каноническое, что либо вы его знаете, либо прочитаете сами, и сегодня она все равно не пригодится. Но просто надо знать, что у этой задачки есть супер каноническое решение, которое называется куча, по-английски хип, по-русски еще иногда пирамида. Ну, супер попсовая, поэтому у нее несколько названий. Вот. Она позволяет делать именно это. Она позволяет за O от логарифа MN добавлять элементы, находить минимум за O от единицы, потому что там всегда на вершине этой пирамиды лежит, и за O от логарифа MN удалять либо минимум, либо другой элемент. У кучи есть несколько минусов, ну, разных. Но один из минусов в том, что хочется еще быстрее. Вот. И этим мы сегодня будем заниматься. Будем придумывать, как сделать сферктуру данных, которые еще быстрее решают эту задачку. На самом деле кучи бывают разные. Вот стандартная куча — это бинарная куча. Ну, просто она там бинарное полное дерево себя представляет. Бывает бинамиальная куча, которая в некоторых случаях чуть лучше, чем бинарная. Бывает фибоначчева куча. Или куча фибоначчи, которая в теории имеет очень крутые оценки сложности. Почти везде O от единицы. То есть вставка за O от единицы. Изменение ключа за O от единицы. Единственное, что делается за O от логарифм, это вытаскивание минимума, ну, или вытаскивание любого другого элемента. Поиск минимума тоже за O от единицы. Вообще очень круто все. Минус в том, что там это O от единицы и O от логарифма с очень жирной константой. И на практике фибоначчева куча будет эффективнее, чем обычная бинарная куча на размерах миллиарда элементов. То есть у вас должно быть миллиард серверов примерно, с которых вы собираете данные, чтобы фибоначчева куча на практике была лучше. Теоретически она достигает некоторого оптимума, доказанное, что все за O от единицы сделать нельзя. Вот как ни старайся. То есть в теории она оптимальна, но на практике нет. А мы хотим именно на практике сделать что-то очень оптимальное, что-то очень простое. Фибоначчева куча, она очень сложная. Там много операций, много случаев. Ну, поэтому как бы быстро она не будет. А мы хотим что-то быстрое. И начнем мы, как ни странно, совершенно… Ну, не совершенно, но с какой-то другой штуки, соседней все-таки. А именно с алгоритма, который называется QuickSort, который, я надеюсь, всем или почти всем знаком, но я его расскажу, потому что нам будут важны некоторые его нюансы. Мы его раздербаним, и сам QuickSort нам не нужен, а вот какие-то составляющие элементы из него нужны. Итак, алгоритм QuickSort, я пока стираю, буду какие-то вводные говорить. Это алгоритм сортировки, придуманный там Хуаром. Это, наверное, самый старый алгоритм, который я буду рассказывать в этом цикле лекции, типа 60 лет назад или больше, который изучается, кажется, на всех курсах по алгоритму. Давайте быстренько разберемся, что он делает и что нам из него важно. Итак, QSort, он же QuickSort, то есть быстрая сортировка. И действительно быстрая на практике. Он же алгоритм Хуар и так далее, и так далее. Вот у вас есть массив чисел, который вы хотите отсортировать. Ассортировать, не прибегая к дополнительному массиву памяти, то есть прямо in place, то, что называется прямо здесь. Ассортировать прямо in place. И идея следующая. Давайте выберем какой-то элемент. Там есть разные способы выбирать элемент. Мы потом обсудим, какой лучше. Этот элемент называется pivot. Или правильно pivot, кажется. Выберем элемент нашего массива. А дальше переупорядочим элементы массива таким образом, чтобы слева оказались элементы, чем меньше равные, чем pivot. Потом стоял pivot. А потом элементы больше, либо равные, чем pivot. Вот переупорядочим элемент таким образом. Такая операция называется partitioning. Разбиение. Partitioning. Как я делал, то сейчас обсудим, это тоже нам будет важно. Значит, разбили. После этого рекурсивно запустимся от этой половинки и от этой половинки. Половинки, элементы между половинками теперь перемешиваться никогда не должны. Поэтому если мы рекурсивно запустимся от левой половинки и от правой половинки, и они там что-то внутри ассортируют, то глобально получим ассортированный массив. Тут вроде все понятно. Значит, два вопроса. Первый. Как делать partitioning? Как выбирать pivot? Ну, partitioning обычно делается так. Берутся просто два указателя. Один идет слева, другой справа. И они идут на встречу друг к другу. Пока элементы хорошие, то есть лежат в нужных половинах, они идут дальше просто. Как только тут находится элемент, который должен оказаться слева от pivot, а тут находится элемент, который должен оказаться справа от pivot, они меняются местами. Так, идя одним справа налево, другим слева направо, мы в итоге получим вот такое разбиение. А второй вопрос. Как выбирать pivot? Тут вот что важно. В идеале бы сделать так, чтобы разделение происходило на две равные по размеру половинки. В этом случае можно добиться сложности O от nlogan. Потому что на каждом уровне нашей рекурсии размер массивчика будет в два раза уменьшаться, значит, уровень будет всего логарифм n. Partitioning на каждом уровне мы делаем за O от n, поэтому суммарная сложность будет O от n logan. Проблема в том, что если pivot мы выбираем, например, первый элемент массива, средний элемент массива, последний или какой-то еще, то всегда может оказаться так, что он будет максимумом в нашем массиве. Будет вот здесь. И кусочек на следующем уровне будет все, кроме этого pivot. И тогда каждый раз на каждом уровне нашей рекурсии размер массива будет уменьшаться на один элемент. И тогда в этом случае сложность алгоритма будет O от n в квадрате. То есть главный минус и враг quicksort это то, что в худшем случае, если нам очень не повезло и мы очень неудачно выбираем pivot, то его сложность O от n в квадрате. Значит, там есть разные способы. Например, говорят pivot, давайте выбирать случайным образом, генерируя датчик случайных чисел. И тогда враг наш, который нам подбирает массив, не сможет подобрать так массив, чтобы все было плохо. И тогда есть теорема, которая докажет, что в среднем будет работать за O от n log n. Что значит в среднем? Ну, если применить тервер, то статистика времени работы алгоритма будет O от n log n при n стремящемся к бесконечности. Там еще в тервере есть такой термин with high probability с высокой вероятностью, значит, с вероятностью стремящейся к единице при n стремящемся к бесконечности. Вот with high probability сортировка будет занимать O от n log n, если вы хорошо случайно выбираете pivot. Значит, что в среднем все будет хорошо. На самом деле, вот тут начинается интересно. Оказывается, есть способ гарантирует себе O от n log n. Кто умеет? Кто умеет в квиксорте, в бояльнице с алгоритмами, которые все проходят и знают, гарантирует себе не n в квадрате в худшем случае, а n log n в худшем случае. Очень красивый прием. Смотрите. Давайте, на самом деле, прежде чем смотрите, я чуть забежал вперед, научимся с помощью квиксорта еще одну задачку решать. Допустим, нам не надо сортировать массив, а надо найти, ну так называемую катую порядковую статистику. Что такое катая порядковая статистика? Это, вот возьмем массив, неассотированный, мысленно представим, что мы его ассотировали, и какое число будет находиться на катом месте. Вот это катая порядковая статистика. То есть первая порядковая статистика это минимум в массиве. n-ая порядковая статистика, где n размер массива, это максимум в массиве. А вот обобщение минимум и максимум это катая порядковая статистика. Например, полезно часто находить n-пополамную порядку статистику, это так называемая медиана. Это элемент такой, что ровно половина элементов в массиве меньше него и ровно половина элементов больше него. То есть в ассоцированном массиве это элемент, который стоит посередине. Это не всегда средний элемент по значению, но это средний в смысле, если мы ассоцируем, то он будет посерединке. Если, например, у вас числа 1, 10, 11, 12, то медиана, ну, давайте еще 13, то медиана это 11, потому что числа как бы сдавлены все в сторону больших и медиана это 11, хотя средняя там, скорее всего, где-нибудь будет 6. Ну, если четное количество, то медиана можно либо любую взять, либо полусумму 2. Это формально, зависит от задачи. Обычно, если элементов много, то вам не так важно. Если мало, то обычно можно вручную найти и все что угодно сделать. В общем, там зависит от формулировки задачи, обычно от того, что вам требуется. Итак, вот есть такая задача, найти k-тую порядку статистику, то есть дан массив и число k. Ну, понятно, как ее можно решать. Давайте отсортируем массив за n log n или за n в квадрате в лучшем случае, ну, или любой другой сортировкой, которая гарантирует от n log n сложность. И возьмем просто кат элемент. Хочется быстрее. Хочется быстрее, чем за n log n, а именно хочется за линейное время находить кату порядку статистику. И тут помогает следующая идея. Смотрите. Допустим, мы в квиксорте взяли pivot, выполнили partitioning за o от n, и вот получили такую картинку. И теперь мы знаем, какое число k нам дали, какую порядку статистику мы хотим. И, например, теперь k, k-т элемент, где-то вот здесь. Ну, то есть k меньше, чем индекс места, куда попал pivot. Тогда мы знаем, что правую часть сортировать вообще не нужно. Согласны? Вот тут вообще рекурсивно в эту часть заходить не нужно. Надо рекурсивно сортировать левую часть и найти там k-т элемент. Если же индекс k оказался где-то вот здесь, то все строго наоборот. Левую половину теперь рекурсивно заходить не надо. Надо зайти рекурсивно в правую половину и найти там, какой элемент будет на индексе k минус длина левой части плюс 1. Понятная задачка. То есть наша функция возвращения к ката и порядка статистики, она обобщается. Она теперь умеет находить k-т в порядку статистику на каком-то отрезочке нашего массива. Изначально мы запускаем, конечно, ее от всего массива, но как только мы сделали партишнинг, мы запускаемся либо от левой части и ищем k-т в порядку статистику в нем, либо от правой части и ищем там k-т в длина левой части порядковую статистику с таким номером. Если длина кусочка каждый раз будет уменьшаться в два раза, то мы получим, что на первом этапе партишнинг занял o от m. Давайте, o от m. На втором уровне, когда мы спустились на второй уровень, партишнинг занял уже как бы o от n пополам. Ну, o не совсем честно писать, но давайте пока напишем. На следующем уровне o от n делить на 4. Если кусочек каждый раз честно уменьшался в два раза, то будет вот такая сумма. Ну, а значит, в итоге потратится o от n, потому что сумма такого ряда это 2n. Половинка, 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 и так мы к 2n прием. Получается, что найти катую порядковую статистику можно за o от n благодаря идее с фиксорта. Этот алгоритм называется квикселект. Ну, и тоже был предложен, типа, там, dx3 в 70-х годах когда-то. В общем, супер древний алгоритм. Берем идею с фиксорта и просто рекурсивно запускаемся не в обеих половинках, а только в одной. Получаем квикселект, который в худшем случае работает плохо, но если все хорошо отделится пополам, то работает за o от n. А вот теперь мы готовы вернуться к вопросу, как сделать так, чтобы квиксорт гарантированно и в худшем случае работал за o от n. Смотрите, такая идея. Массив наш чисел. Разобьем на кусочки размера 5. Это очень важно, что они именно размера 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Вообще, какую задачу мы хотим решить? Мы хотим найти такой пивот, который хорошо разделит. Но если не пополам, то близко к этому. Тогда все будет хорошо. То есть можно не пополам, можно чуть-чуть, там, не знаю, сюда 40%, сюда 60%, например. Это тоже будет норм. Тоже n log n получится. Итак, массив поделили на кусочки размера 5. Внутри каждого кусочка размера 5 можно найти медиану за o от единицы, ну, средний элемент. Просто пройдясь и найдя, ну, или там, как угодно. Это o от единицы, потому что фиксируем размер. Давайте добьемся так, чтобы медианы в каждом кусочке лежали вот здесь вот. Мы же можем переставлять элементы все равно. Добьемся, мы это просто делаем и так в партишнинге, будем переставлять элементы тут. Итак, добьемся, чтобы медиана каждого кусочка лежала ровно посередине. Это пока от нас потребовало o от n. Ну, o от n делить на 5, что то же самое, что o от n. А теперь рекурсивно найдем медиану среди этих кусочков, среди этих элементов точнее. А точнее найдем катую порядковую статистику, где k равно n делить на 10 получается. То есть n делить на 5 и еще на 2. Вот среди этих кусочков найдем рекурсивную медиану с помощью нашего же алгоритма. Пусть это x. Медиана среди вот этих элементов. Я утверждаю, что x достаточно близок к медиане среди всех элементов. Что это значит? Давайте поймем, какие элементы, какое максимальное количество элементов и минимальное, меньше, чем x есть в нашем массиве. Ну, во-первых, x это кто-то из медиан. Поэтому, допустим, он здесь стоял. Вот это был x. Это была медиана всех медиан. Значит, как минимум половина медиан меньше, чем x. Как минимум половина медиан. А внутри каждого кусочка как минимум есть два элемента, которые меньше, чем соответствующая медиана. Поэтому как минимум, смотрите, всего медиан n делить на 5. Из них половина, это n делить на 10, меньше, чем наши. И в каждом таком кусочке есть как минимум три элемента, которые меньше, чем наш x. Это два, которые слева, и сама медиана. Она тоже меньше, чем x. Итак, вот столько элементов меньше, чем x, как минимум. Соответственно, абсолютно аналогично. Как минимум, вот столько элементов больше, чем x. То есть, если вот все числа упорядочить, вот это 0%, вот это 30%, это 70%, это 100%. Медиана — это, соответственно, 50%. Это то, что мы хотим. Вот мы попали куда-то вот сюда. От трех десятых до семидесятых. Не идеально, но хорошо. Почему хорошо? Потому что если мы сейчас выполним партишник с таким пивотом, то наши кусочки разделятся достаточно хорошо, чтобы мы могли пойти рекурсивно и получить сложность n log n. Это называется метод median median. Ну, если он так называется, median of medians. Медиан, медиан. По-русски звучит не очень. Шло 5 подобрано так, что да, чтобы все числа сходились. Вопрос, зачем мы меняли местами, чтобы тут оказалось серединки. Это чисто практический вопрос, потому что сейчас мы пойдем искать медиану вот на этих элементах рекурсивно, и нам понадобится взять каждый пятый. И хочется, чтобы у них индексы легко вычисляемые были. То есть мы просто смотрим сейчас на эти элементы, как на такой супер разреженный массив с большим шагом, и нам удобно с ним просто работать. Если бы мы этого не делали, мы бы были вынуждены складывать все медианы в отдельный массив и на нем рекурсивно запускаться. Это требовало бы дополнительную память. Много. А такой трюк с представлением помогает не использовать дополнительную память, а прямо поверх этого массива вот эту рекурсию использовать. Вот такой трюк позволяет делать quicksort за честный o от n log n и quickselect за честный o от n. Хороший вопрос. Точно ли достаточно, что 30-70%? Достаточно. Ну давай поймем. Смотри, понятно, что если у нас в худшем случае поделилось на 30% и 70%, то надо оценить, сколько будет стоить уход в большую часть, потому что в меньшей части мы все проработаем быстрее. Получается, что сложность t обработки массива размера n это o от n, ну на партишнике вот на эту всю ерунду, плюс t от 0,7n. Где t от 0,7n по рекурсии равно o от n плюс o от 0,7n плюс t от 0,7 в квадрате n. Ну вот это по сути логарифм, когда-то это станет единицей. Когда? Ну логарифм от n по основанию 0,7. То есть это логарифм не двоичный, но мы же помним, что под o большим логарифмом, не важно по какому основанию, тут будет логарифм вот по такому, по основанию 1 делит на 0,7. Да, но нам повезло. Ну опять же, на практике показывается, что такое деление самое оптимальное. Вы можете взять деление на длины кусочка побольше, тогда вы потратите физически больше времени на поиск медианы внутри маленького кусочка. Это будет от единицы, но физически это будет больше времени. И выигрыш не будет того стоить. Просто 5 лет оптимальный размер. Это некоторый баланс между тем, сколько времени вы тратите на поиск медианы внутри каждого кусочка и на то, чтобы запуститься потом рекурсивно. Можно, понятно, взять кусочки большего размера, но это в теории даст ту же самую оценку, логарифм по другому основанию. На практике это даст, кажется, результат хуже. Нет, 5 выбрали, потому что там 5 авторов, очевидно, у алгоритма. Я шучу. Значит, 5 выбрали, чтобы получить o от n, но если ты выберешь 7, то тоже будет o от n. Ага, больше нет вопросов. Мы сегодня очень активно будем использовать идею выбора пивота и партишнинга, поэтому эти идеи надо понять. А партишник делается, на самом деле, для нас достаточно, что партишник делается за линейное время от размера массива, если ему дать пивот. В реальности он делается обычно так. Дается два указателя. Один начинает бежать слева направо, другой справа налево. Значит, как только они находят элементы, которые стоят на своих местах, меняются и продолжают бежать. В конце концов, все, что надо, все, что больше либо равного качества справа, все, что меньше равного качества слева, потом эти два указателя встретятся, в этот момент партишник закончился. Окей? Тогда медленно, потому что быстро эту штуку не стирает, стираю с доски. Возвращаемся к нашей задатчике. Мы же не QuickSort собрались тут обсуждать, и не QuickSelect, и даже не асимптоматически хороший QuickSort. Мы хотим добавлять элементы в структуру данных, находить минимум и удалять минимум. Еще желательно удалять любой элемент, но если получится. А давайте для начала научимся решать эту задачу без добавлений. То есть, допустим, у нас уже есть какой-то массив, мы хотим уметь из него вытаскивать минимум. Потом еще раз вытаскивать минимум, еще раз вытаскивать минимум. Вот такую задачку научимся решать. У такой задачки есть свое название, называется Incremental Sorting. Почему? Ну, еще раз, у вас есть массив чисел, и вы хотите сколько-то раз из него достать минимум. Что значит достать минимум? Найти и вытащить. Потом найти минимум среди оставшихся и вытащить. И вот k раз. Понятно, что если вы k раз эту операцию выполните, и числа, которые вы вытаскивали, запишите по порядку, это будет первый k чисел в как будто бы отсортированном массиве. То есть это будет префикс отсортированного массива. Поэтому это такая Incremental Sorting. Это как бы начни выдавать мне отсортированный массив, но в какой-то момент я тебя остановлю, и дальше не надо. Понятно, что если я буду до конца ждать, то выгодно просто отсортировать массив и выдавать его по одному. Но представьте, что мы заранее знаем, что нас в какой-то момент остановят, и мы не хотим делать лишнюю работу. Мы хотим сделать только то, что нужно. Если бы мы заранее знали, сколько именно нас попросят, то есть мы знаем, что нас попросят первые 10 чисел, то мы могли бы запустить аналог quicksort, который просто не будет уходить в ту часть, где нет нужных нам элементов, и все было бы хорошо. Но мы, допустим, не знаем, где нас остановят. Нас просят выдавать числа, а когда стоп, мы скажем. Понятная задачка, да? Итак, массив чисел. И к нам поступают запросы. Типа дай минимум. Ну, они называются extract min. Дай мне минимум. И эта операция вызывается k-раз. Значит, мы могли бы это сделать за o большой от n log n, где n количество элементов массива. Просто отсветливав весь массив и выдав нужный префикс от него. Хотим быстрее. Давайте научимся. Сначала давайте научимся первый раз тщательно такой запрос. Когда нас первый раз попросили extract. По сути, нас попросили найти минимум массива. Эта задача, конечно, достойная нашего рассмотрения. Вот давайте решим ее с помощью тех знаний, которые только что получили. Вот не просто пройдемся и найдем минимум. А давайте выберем pivot. Какой-то. И сделаем partitioning относительно этого пивота. Ну, вот, например, вот этот элемент после partitioning. Это P1. Это первый pivot, который мы выбрали и сделали partitioning. То есть все, что слева, оно меньше верно, чем P1. Все, что справа, оно больше верно, чем P1. Но внутри себя никак не упорядочено. Дальше. Алгоритм quick select. Когда ему спрашивают первый порядок с тестиком, он что делает? Он в правую половину не идет. Правильно? Он идет только в левую половину. Ну, половина я ее называю условно. От 30 до 70%. Хотя в целом, когда мы научились делать все красиво, мы можем pivot выбирать честную медиану. С помощью quick select, который работает за OT, мы можем в целом pivot выбирать честной медианой. Но это сейчас не так важно. Можно от 30 до 70%, тоже подойдет. Итак, выбрали pivot и пошли в левую половину. Как дальше quick select работает? Ну, рекурсивно. Он в этой левой половине выбирает pivot и делает относительно него partitioning к этой левой части. Это P2. Значит, все, что он знает, это что слева от P2 оказались элементы меньше равные, чем P2. Справа вот здесь вот оказались элементы больше равных, чем P2, но все еще меньше, чем P1. Ну, там, меньше равные. А тут все еще элементы больше равных, чем P1. Давайте я так и напишу. Вот тут элементы, которые меньше равных, чем P1 и больше равных, чем P2. А тут меньше равных, чем P2. Дальше в какой-то момент этот quick select, понятно, рекурсивно запускается снова от левой части, находит третий pivot и так далее, и так далее. В какой-то момент остается кусочек размера 1 слева. В этот момент quick select замечает, о, меня просили первую порядковую статистику, у меня остался кусочек размера 1, я вам ее нашел. Более того, он не просто ее нашел, но во время партишников он ее поставил на самое первое место. То есть вот в этот момент, можем сказать, extract min, закончил свою работу, и вот тут элемент какой-то был, e, e1, это был первый. Значит, e1 это первый минимум. Мы его можем заэкстрактить. Отлично. Зачем так сложно искать минимум в массиве? Ну, понятно, зачем, потому что нас сейчас еще раз просят extract min 2, в смысле, extract min еще раз. И мы, по идее, могли бы начать ту же самую операцию, но у нас уже все проделано. Если мы не забудем и не продолбаем информацию о пивотах, у нас уже почти все дело сделано. Надо ли взять последний, самый левый кусочек? Если он размера 1 остался, то вот он, минимум. Если нет, то запустить его партишнинг до тех пор, ну, партишнинг, потом партишнинг его левого кусочка и так далее, до тех пор, пока не останется один элемент. Этот элемент будет минимумом, который надо будет вернуть во второй операции. Значит, как только остается один элемент, он же последний пивот, мы его возвращаем. Если у нас осталось целый блок, мы делаем его партишнинг рекурсивно, пока не останется пивот на первом месте. Как только он остается, возвращаем. Физически, ну как физически, программа, это будет устроено следующим образом. У нас будет стейк вот этих пивотов. Итак, мы наши пивоты будем добавлять в стейк. Ну, давайте тут добавим еще P0, такой пивот виртуальный, который всегда справа находится. Он всегда будет лежать в стейке на самом дне. Выше него будет лежать пивот P1, ну, в стейке будут лежать указатели на массив. То есть мы все еще все операции делаем in place внутри массива. И пивот это просто указатели, ну, или индексы в массиве, как вам удобно. Соответственно, после P1 в стейке лежит P2 и так далее. Поэтому, когда у вас приходит операция extract min, вы смотрите, куда указывает вершина стека. Если она указывает на самый левый элемент, вы достаете из стека этот пивот и говорите, что это минимум. Если она указывает не на самый левый элемент, вы делаете partitioning, соответственно, пуша в стек новые пивоты, ну, а дальше самый верхний достаете, это минимум. Когда мы элемент удаляем, на нем всегда стоит последний пивот, можно считать. Ну, когда был кусочек размера 1, мы выбрали в нем пивот, это, очевидно, он. Вот этот пивот из стека и выкидывается. Еще вопросы? Да, давайте попробуем оценить, за сколько это работает. Так, сейчас начинается первый блок математики. Можно 4 минуты выключиться, если вам математика неинтересна. Оказывается, оказывается, это работает за O большой от N плюс K логарифм K, где K это количество операций экстракт мин, которые нам дали. То есть в худшем случае, если нам дали N операции, это, конечно, тот же самый N лог N, но тут ничего не поделаешь. Но вот если нам дали поменьше операций, то мы счетерили и сделали K лог K операций. Причем можно было бы сделать K лог N операцией легко. Например, с помощью стандартной кучи. Просто засунем все элементы в обычную кучу. Это можно сделать за O от N. А потом K раз, из нее извлечем минимум. Каждое извлечение из обычной кучи – это логарифм N. Получится K логарифм N. Это тоже неплохо. Но заметьте, мы сделали еще лучше. Мы сделали K логарифм K. Давайте поймем, почему. Сейчас такая барабанная дробь, и на сцену выходит бинарное деревье поиска. Просто чтобы доказать сложность, нам придется вспомнить о какой-то структуре данных бинарное дерево поиска. Для тех, кто не помнит, не знает или не интересовался, бинарное дерево поиска – это такое вот дерево, в котором верно следующее, что если у вас есть элемент, и в нем находится какое-то число, в каждой вершинке дерева находится число, то все, что в левом под деревом находится, оно все меньше барабанное, чем этот элемент. Все, что с правым, больше барабанное. И есть теоремы, не знаю, утверждения. Из любого массива можно построить дерево поиска. Причем многими способами. Вот предположим, что из нашего массива построили такое идеальное бинарное дерево поиска. Идеальное в том смысле, что оно такое полное, и у него нет вершин с маленьким количеством детей, смысл с нулем или с одним. Но только на предпоследнем, последнем уровне, возможно, есть. А так оно хорошее, такое полное бинарное дерево поиска. Вот кто нам его дал? Мы его сами не строили. Ну, допустим, оно же есть, мы его магически построили. Минимальный элемент дерева поиска лежит всегда вот здесь. Ну, потому что он меньше барабан, чем этот, который меньше барабан, чем этот, меньше барабан, чем все остальное. А второй поиск элемент всегда лежит вот здесь, третий вот здесь, четвертый вот здесь, пятый, шестой, седьмой и так далее. То есть на самом деле, если мы строго говорим, что у нас дерево поиска прям полное бинарное, его структуру задаем, то как элементы по нему разложить, оно однозначно определяется. Вот разложим и все хорошо. Итак, это первый, это результат, это Е1, это Е2, вот это Е4, соответственно, вот это Е5. Вот, допустим, нас пять раз попросили дать минимум, и мы на этом ограничились. То есть мы вот эти элементы из дерева вытащили. Давайте поймем, сколько операций у нас это затребовало. Ну, во-первых, операций со стеком было не больше, чем O от N плюс K. Потому что каждый элемент, если он добавился в стек, то он это сделал один раз. Когда мы элемент вытаскиваем из стека, это значит, что мы его сейчас выкинем. Это значит, что O результат экстракт мина. И больше мы его в стек никогда не добавим. То есть вот стек пивотов каждый элемент содержит максимум один раз. То есть всего там было операций со стеком как ни крути, ни больше, чем O от N плюс K. Ну, потому что раз мы вытащили что-то из стеков суммарно за все время работы, а N раз это максимум, сколько элементов мы вообще могли туда разных добавить. Больше, чем O от N плюс K, и раз со стеком вообще не может быть. Важно оценить, сколько занимал партишнинг. Мы там рекурсивно запускали партишнинг, если пивот стоял не в самом начале. И надо понять, сколько суммарно все эти партишники заняли. Смотрите. Вот, допустим, мы запускаем партишнинг от какого-то элемента. Заметим, что… Допустим, этот элемент является пивотом. Какая-то вершина дерева является пивотом. И мы запустили партишнинг с этим пивотом. Тогда мы точно не трогаем все, что выше. То есть партишник задевает максимум вот это вот под дерево. То есть найдем максимальное бинарное дерево, которое содержит все эти K элементов, которые мы в итоге достали. Я утверждаю, что как только мы сделали первый партишнинг, и вот этот элемент стал P первым, ну вот этот медиан, допустим, стал P первым, мы, допустим, пивот выбираем честно, и каждый раз выбираем медиану. Тогда семерка, это медиана всего множества, это был первый пивот, P1. Хорошо. Вот как только мы сделали первый партишнинг, я утверждаю, что вправо под дерево мы больше вообще никогда не заходим. Так как все K элементы оказались в левом под дереве, то за все время работы, за все K операции, мы вправо вообще не ходили. Этот партишнинг для P1 мы сделали за OTN. Ну, потому что этот партишник, он делался за размер массива. А дальше мы зашли сюда. Если тут еще промежуточная вершинка была, соответственно, она была P2, потому что она медиана среди тех, которые слева. Ну, тут у нее справа тоже что-то есть. И мы для нее сделали партишнинг, и если все, что красное оказалось слева от нее, то этот партишник мы сделали тоже только один раз. То есть я утверждаю, что все, что выше, чем зеленое дерево, там партишники делались только один раз. И это OTN. Теперь посмотрим, что делалось внутри этого зеленого дерева. Там, ну, видимо, надо оценить количество элементов. Нет, тут уже OTN пополам будет, потому что у второго партишника будет уже OTN пополам. Потом у третьего, если он тут есть, OTN на 4, суммарно это OTN. Да, теперь нужно оценить, сколько занимали партишнинги внутри вот этого вот дерева. Ну, давайте оценивать. У нас всего здесь вот в зеленом поддереве не больше, чем K элементов. Можно считать, что K. Их на самом деле K меньше, но можно считать, что K элементов. Тогда на нижнем слое не больше, чем K элементов. Когда мы запускали партишник на каком-то нижнем слое, есть какая-то вершинка нижнего слоя, это занимало OT1. Дальше на уровень выше не больше, чем K пополам вершин. Но там партишник уже более жирный, он занимает, типа, он кусочек размера 2 занимает. На уровень выше у нас вершин не больше, чем K делить на 4, но там партишник в 2 раза больше у массива. И так далее. И этих слоев не больше, чем логарифм K в этом дереве, потому что у него всего не больше, чем K вершин. Ну, значит, суммарно сложность всех этих партишников O от K лог K. То есть на самом деле идея тут такая же очень простая. Вот возьмем то дерево, в котором все наши K элементов находятся, там выполнены все стандартные асимптотики для, ну, как будто бы у нас была N операция, как будто мы сортируем массив. Можно считать, что вообще этот кусок мы полностью сортировали за K лог K. А вот все, что выше, мы это не трогали. Вот в этом же их главная плюшка, что все, что было правее первых партишников, мы вообще не трогали. Мы их быстренько построили при первом запуске и больше не трогали. А на первый запуск мы потратили O от N всего. Вот такая идея. Все, пять минуток математики закончилось. Итак, мы решили incremental sorting за O от N плюс K лог K. Это, по сути, наша задача, но без операции добавления. Давайте теперь научимся в этой же структуре, вот так же выглядящей, добавлять сюда новые элементы. Для этого я сотру почти все, что написал до этого, кроме массива. Можно пока подумать, если у нас есть массив, в нем есть уже пивоты какие-то выложены, ну, в стек, как в него добавлять новые элементы. Совершенно верно. Куда-то между пивотами. Потому что единственный вариант, который у нас есть, это то, что все элементы в этом кусочке, мы будем его называть чанком, все элементы в этом чанке лежат между P2 и P1. Они внутри никак не упорядочены, но они все должны быть, между P2 и P1. А вот в этом чанке все должны быть между P1 и P0. P0 давайте считать, что это бесконечность какая-нибудь. То есть такое число, что любой элемент меньше, чем P0. Итак, единственный вариант, который мы должны сохранить, это что чанки, это кусочки массива, расположенные между пивотами, но они удовлетворяют соотношение меньше-равно с соответствующими пивотами, между которыми лежат. И вот пусть мы берем элемент X и хотим его добавить в наш массив. Вроде бы понятно, что нужно пойти справа налево по пивотам и найти пару пивотов, между которыми наш X находится. Понятно, да? Ну, например, тут число бесконечность 120 и дальше тут что-то еще. И наш X это 50. Понятно, что X будет попасть вот в этот кусочек, между 20 и 100. Проблема в том, что если мы захотим сюда что-то встать, это же массив, нам вот эту всю большую часть придется сдвинуть. И потенциально эта большая часть очень большая, со размера со всем массивом. И это долго. Что делать? Что? Массив в дерево засунуть. Не, мы сейчас массив ломать не хотим. Мы прям хотим вот этот массив со стеком использовать, потому что это очень просто. Смотрите, массив и стек. И это реально очень просто. И это очень быстро работает. Это потом еще и в кэш будет попадать у нас с вами. То есть это прям супербыстро и практично. И в разы рвет обычную кучу. Поэтому нет, дерево мы никакое тут не хотим делать. Нам надо вставить куда-то X вот в этот чанк. В стеке хранить пивот и список. Тогда нам придется… Значит, идея хранить в стеке пивот и список не очень плохая с теоретической точки зрения. Но тогда, когда мы делаем партишнинг, партишнинг же перемешивает элементы, и нам придется эти списки как-то все время резать, потом склеивать. Это очень муторно. Хорошо, да. То есть предлагается идти по стеку и найти место, куда надо вставить X. Вот, допустим, нашли. Вот, допустим, мы знаем, что вот внутрь этого чанка надо вставить X. Вопрос, как вставить. Смотрите, идея на самом деле очень красивая и, по-моему, простая, но давайте вместе оценим. Идея такая. Вот все, что слева, можно оставить как было. А, да. Ну, во-первых, у нас массив должен вместить после этой операции на один элемент больше, поэтому где-то массив должен вырасти. Ну, очевидно, справа. Это проще всего. Это стандартно расширяемый справа там массив, который заранее выведен какого-то размера или в два раза расширяется. Ну, в общем, обычный вектор или лист. Итак, место-то у нас есть, только оно не там, где нам надо. А идея такая. Давайте P0, понятно, оно передвинется вот сюда. Потому что он должен справа от всех элементов лежать. P1 сдвинем на один вправо. Потому что нам-то надо расширить кусочек между P2 и P1, поэтому P1 сдвинем. Элемент, который был на этом месте, нам же куда-то его надо деть, положим в тот самый конец. То есть элемент, который шел сразу за P1, который лежал в том месте, куда мы сейчас P1 положили. Его положим в конец на новое место. Тогда вот здесь вот освободилось место и сюда можно положить наш x, который мы добавляем. Идея такая, смотрите, еще раз. Нам не важно внутри кусочка, как упорядоченные элементы. Нам не нужно внутри чанка правильно вставить x. Можем вставить любое место внутри чанка. Давайте вставим его в конец чанка, а именно на место P1 с нахлестом. P1 придется сдвинуть. Сдвинем на единичку ровно, потому что P1 должен завершать чанк. А то, что было там, положим в конец этого чанка, на место P0. Если тут было несколько, то повторим эту процедуру. Таким образом мы сдвинем только пивоты и элементы, которые лежали справа от них. То есть если наш x оказался в чанке от Pk плюс первого до Pk, в данном случае от P2 до P1, то за O от K операций, за O от количества пивотов, которые лежат справа, мы этот x вставили. Еще раз как. Мы x вставили куда надо, в чанк, в нужный нам чанк, в конец. Он вытеснил P1, ну, предыдущий P. Его сдвинули на единичку вправо, тут без вариантов. Он вытеснил какой-то элемент. Этот элемент переместили в конец этого чанка, на место следующего пивота. Пивот на единичку сдвинули, элемент спихнули, 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 спихнули. В конце концов, какой-то элемент прилетел в новое место в памяти, P0 сдвинули. Давайте вопросы. Вот такой трюк для вставки. О, вопрос, сколько у нас его пивотов, очень хорошее. Пока не знаем. Вот у нас осталось час где-то. Вот сейчас мы час будем разбираться, сколько у нас пивотов. Это очень хорошее замечание, что если пивотов у нас очень много, примерно столько, сколько элементов, то мы получили вставку за OATN. Это очень хорошее замечание. Сейчас будем с этим разбираться. Давайте пока поймем, ну, точнее, убедимся, что всем понятный алгоритм вставки, как не сдвигая вот прям все-все-все, а сдвигая только отдельные элементы, обеспечить себе вставку. Это понятно или есть вопросы? Кажется, что какое-то непонимание в глазах, поэтому давайте вопросы. Как хранятся пивоты в стеке? Я предлагаю в стеке просто хранить указатели. Соответственно, когда пивот нужно сдвинуть, мы берем элемент в стеке и там плюс один к нему делаем. Ну, или индекс, или указатель, это одно и то же в данном случае. Что вам проще хранить? Обычно, наверное, указатели чуть проще хранить, потому что мы тогда получаем на уровне процессора прям быстро доступ к нужной ячейке, а не разименование. Но в целом не так важно. Окей. Значит, давайте суммируем. Значит, вставка работает вот так. Идем по стеку с самого начала, ищем место, куда вставить, после этого все сдвигаем. Все, что мы успели пройти по стеку. Extract min. Ну, точнее так. Fine. Давайте разделим. Будет операция поиска минимума и его извлечение. Поиск минимума делается так. Смотрим на вершину стека. Если там не самый левый элемент, то делаем рекурсивный партишнинг с добавлением пивота в стек. После этого берем вершину стека. Он же самый левый элемент. Это и есть минимум. Это мы нашли. Теперь как его вытащить? Ну, вытаскиваем его из стека и сдвигаем границу массива на единичку. Ну, понятно, явно не сдвигаем, просто храним где-то, где в нашем массиве сейчас начинается настоящий массив, настоящие данные. Все, что слева, это вот эти минимумы. Можно их, на самом деле, там их оставлять и говорить, что после того, как вы к-раз запустите функцию extract min, они будут лежать первыми к-элементами. Все хорошо. Если вы хотите удалить произвольный элемент, как это сделать? Ну, вам говорят, вот тыкают прям пальцем. Вы хотите его удалить. То есть точно так же, как мы делаем ставку, только наоборот. Мы последний элемент этого чанка перемещаем на его место, сдвигаем пивот, последний элемент перемещаем, сдвигаем пивот и так далее. То есть снова за от количества пивотов мы можем удалять теперь любой элемент, если нам явно на него пальцем ткнули. То есть если нас не просят, найди пятерку и удали ее. Потому что искать пятерку мы будем долго, у нас внутри чанков ничего никак не упорядочено. Если нам тыкают пальцем, говорят удали, мы это можем сделать. Значит, проблема, которую правильно совершенно озвучили, это количество пивотов. Мы сейчас завязали, что наша сложность зависит от количества пивотов. И в идеале, в идеале, количество пивотов это от логарифума. Ну и смотрите, если бы нам ничего не добавляли, мы просто запустили, значит, сначала пивот медиану нашли, а потом пошли в левую половину пивот медиану, левого куска и так далее. В этом случае пивотов логарифум. То есть если нас только экстракт мин просят, то пивотов логарифум и все хорошо. К сожалению, у нас бывают вставки, и нам может не повезти. А именно, нам могут вставлять все время маленькие элементы, все меньше и меньше. То есть они будут попадать в начало вот сюда. И чтобы эту вставку совершить, нам придется по всем пивотам пробежаться и вставиться вот сюда, а потом все пивоты подвигать. После этого нам, у нас зовут экстракт мин, и мы эту левую часть только что вставленную партишеним, после этого нам снова зовут вставку маленького числа. И снова зовут экстракт мин, снова ее партишеним. У нас пивотов будет, ну, либо вообще n. Ну, n пополам точно легко сделать. То есть вот там два элемента вставляем, зовем партишенинг. Два элемента вставляем влево, зовем партишенинг и так далее. Если нам элементы вставляют в очень плохом порядке, а именно сначала максимум, потом поменьше, 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 поменьше и так далее, и все время зовут партишенинг, или этого маленького левого кусочка, то вставка будет все дольше и дольше работать, а именно за от n. Это нам не годится. Значит, ну в самой оригинальной статье про структуру данных, вот про эту, говорилось, что так не бывает в жизни, что вам просто, ну, с больших-меньших, типа, вставляют. И если данные рандомные, то у вас будет логарифм. Ну это примерно как в их сорте. Если вы рандомно выбираете pivot, у вас будет n log n. Примерно такие же рассуждения. То есть если данные подаются в случайном порядке, то будет логарифм. Но на самом деле есть более строгое, как и в случае с xSort решение, которое гарантирует некоторую сложность. И вот если все это собрать, получается тот самый quick heap, который я вынес название нашей лекции. Ну потому что это heap основан на идеях quicksort и quickselect. Поэтому его назвали quick heap. Все вроде понятно. Он еще и быстрый heap, это тоже верно. Но я думаю, что основная причина именно в том, что он основан и базируется на идеях quicksort и quickselect. То есть такая дань уважения вот тем великим умам 70-х. Итак, наша с вами задача, точнее наша с вами проблема, которая для нас задача, которую надо решить, это количество pivot. Так получилось, что если нам плохо вставляют и плохо запускают операции минимума, которые вызывают партишнинги, то pivot может быть очень много. Это приводит к долгим insert, потому что условность insert — это количество pivot, которые нам пришлось подвигать, и все плохо. Мы сейчас будем с этим бороться. Прежде чем мы будем с этим бороться, нам просто, чтобы это бороться, еще одну структуру данного придется рассмотреть. Поэтому мы немножко подготовимся. Давайте я расскажу, как можно еще визуально немножко по-другому представить вот то, что здесь нарисовано. Возможно, это будет, ну, немножко дополнительного понимания внесет. Вот если P1 — это медиана, то есть если мы изначально pivot выбираем очень хорошо, мы в целом умеем выбирать pivot очень хорошо. И если, опять же, вспомнить, что у нас все элементы лежат как будто бы в хорошем дереве поиска, в бинарном дереве, то вот P1 — это вершина этого дерева. При этом дальше мы идем только в левую половину дерева, а в правую не идем. Поэтому в некотором смысле вот вместо правого дерева такой куб с вопросиком, такой квадратик с вопросиком, мы не знаем, что там. То есть мы можем предположить, что там есть кусок дерева, но мы туда вообще не заходили. Мы туда зайдем, только если P1 в какой-то момент достанется, и нам понадобится запартишить вот этот кусочек. А слева у P1 тут лежит P2, у которого, опять же, в правого ребенка мы не заходим, а идем влево. То есть когда мы делаем изначальный партишинг, вот, допустим, мы взяли и выполнили в самом начале на массиве функцию extract min, ну, или find min, да, поиск минимума. Мы делаем вот этот рекурсивный партишинг только левых кусочков. Мы вот идем налево, находим партишины, а в правую части не идем. И в какой-то момент, если мы достали минимум, у нас у последнего пивота, слева тоже может быть непонятный такой блок, ну, chunk, пока мы снова не позовем поиск минимума, и он не запротишется. То есть можно вот эту же самую структуру нарисовать вот так. Это чисто визуальное представление. То есть это не то, как мы там будем пытаться сейчас в виде дерева это хранить, ноды какие-то делать. Нет. Хранить мы будем точно так же. Massive stack. Это просто визуализация того же самого. И, соответственно, когда нам приходит операция поиска минимума, мы берем самый левый кусочек вот в этом странном дереве. Это еще иногда называется такое дерево left skeleton. Left skeleton. Типа левое дерево. В нем есть только левый путь и спортивный. Это наш стек по сути. А правые части у него отсутствуют. Ну, они не отсутствуют, они представляют целый блок, целый чанг. Вот этот чанг, это вот этот кусочек между P1 и P2. Вот этот чанг между P1 и P0, это вот этот кусочек и так далее. И когда нам приходит запрос на поиск минимума, мы берем партишнем самый левый блок, самый левый чанг до тех пор, пока тут не станет какой-то пивот и он и есть минимум. Когда нас просят insert сделать, мы идем по вот этому дереву вниз, находим, в какой чанг надо вставить, ну и вставляем. Ну, правда, на массиве это еще вызывает вот эти сдвиги все, но на дереве с точки зрения визуализации в виде дерева это ничего не вызывает. Просто вставили в чанг и все. Окей, да, понятно. Вот такая схема. Это просто отключение. Нам, возможно, чуть дальше такой способ представления будет, ну, кому-то удобней и понятней. А теперь абстрагируемся, значит, забываем, что мы вообще квики-позвучаем и думаем о бинарных деревьях поиска. Значит, вообще говоря, бинарные деревья поиска не всегда такие красивые и полные. Да тут мы можем сказать, что мы хорошо выбираем идея, но обычно бинарные деревья поиска не такие полубокие, полуукошенные, потому что очень дорого, вычислительно дорого делать красивое полное бинарное дерево поиска. И есть куча алгоритмов, которые деревья поиска балансируют. То есть делают так, что сложность, ну, типа, O от алгарифов M. И наверняка кто-нибудь слышал про AVL-деревья. Мы на какой-то лекции рассматривали декартовое дерево, красно-черные деревья, 2-3 деревья. Ну, короче, есть куча разных бинарных деревьев поиска, или не только бинарных, просто деревьев поиска. Потому что 2-3 дерева, но не бинарные. Есть куча разных деревьев поиска, которые самобалансируются. Основная идея всех этих алгоритмов, я сейчас ни один из них не буду рассказывать, основная идея, что мы храним в каждой вершине какую-то дополнительную информацию, типа там цвет вершины, или еще что, или там высоту дерева, что-то в общем храним, и на основании этой информации балансируем. Есть, однако, красивый способ построить почти всегда сбалансированное дерево поиска. И давайте с ним познакомимся. Так, я, видимо, дерево сейчас пока сотру, иначе негде будет рассказывать про почти сбалансированное дерево поиска. Но потом, значит, нарисуем его снова. Эта идея, эта структура называется Randomized Binary Search 3, то есть рандомизированное бинарное дерево поиска. Работает, естественно, на магии рандома. Работает следующим образом. Допустим, у вас уже есть какое-то дерево поиска, в котором расставлены числа по правилам деревьев поиска. Тут все честно, то есть там 7, 5, 2, 4, 1, 15, 12, 17, например. И приходит новое число, которое нужно добавить. Например, 6. Ну, вы обычно, как в любом дереве поиска, находите место, куда надо его вставить. Так, идет от корня. Ага, 6 меньше, чем 7. Значит, надо пойти налево. 6 больше, чем 5. Значит, надо пойти направо. Тут ничего нет, поэтому шестерка нарисуется вот здесь. Проблема в том, что если мы будем вот так просто находить место, куда вставить новое число и вставлять его, то дерево может получиться несбалансированным. Ну, потому что может так получиться, что сначала нас попросили вставить единичку, потом двоечку, потом троечку, мы вот сюда прорисовали, потом четверочку и так далее. И дерево не очень дерево получилось. Называется бамбук. И это тоже, конечно, дерево, но высота у него плохая. Если нас попросят после этого найти шестерку, мы пройдем по всему бамбуку. А тут-то идея любого дерева поиска, потому что мы можем теперь быстро искать. Если оно достаточно такое развесистое, то мы можем так же, идя сверху вниз, быстро проверить, есть там такое число или нет. Так вот, идея randomize binary search 3 в следующем. Вот, допустим, мы идем и пытаемся вставить шестерку и начинаем с самого верха. Вот мы сейчас находимся в этой вершине. Давайте в каждой вершине хранить размер дерева, размер под дерево. Ну, в данном случае в семерке храним раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, число восемь. И с вероятностью единицы делить на размер дерева, то есть подбросим монетку, которая вот выпадет орлом с такой вероятностью, орешкой с противоположной вероятностью. Вот с такой вероятностью нашу шестерку, которую мы сейчас вставляем, объявим корнем дерева. Ну, соответственно, все, ну да, детей повесим слева и справа, посплитив, ну, разделив то дерево, которое у нас осталось, по этому ключу. Что это значит? Ну, вот, например, если мы в этот момент подбросили монетку с вероятностью 1,8, и она выпала, то мы шестерку объявляем корнем, а семерку подвешиваем к ней справа вместе со всеми детьми. Если не выпала, мы идем дальше. У пятерки уже размер под дерево раз, два, три, четыре, мы подбрасываем монетку, у которой с вероятностью 1,4 выпадает. Если она выпала, то шестерка объявляется вершиной, а пятерка подвешивается справа вместе со своими правыми детьми, если они у нее были. Нет, вру. Сейчас. Пятерка подвешивается слева, да, а правая, если есть сын, то он подвешивается справа у шестерки. Если вероятность не выпала, тогда подвешиваем шестерку сюда. Вот такая идея. На каждом шаге, во-первых, храним в вершинах размер под дерево и подбрасываем монетку. Ну, можно формально это записать так. Выбираем число от 1 до, чтобы с вещественными числами дело не иметь, выбираем случайное целое число от 1 до размера дерева, и если это единица, то текущую вершину объявляем корнем и переподвешиваем, а если нет, то идем дальше. Если дошли до конца, и нам повезло, и ни разу монетка нам не выпала, ну, тогда просто подвесим вершину. А дальше есть теорема. Теорема говорит, что если вы вот так будете делать, и вот именно с такой вероятностью выбирать, когда новую вершину сделать корнем, то это эквивалентно тому, что вы построите дерево поиска на случайной перестановке исходного массива. То есть тут же в чем проблема, что нам давали элементы в таком порядке, что они, ну, в плохом порядке. Ну, объективно в плохом, не случайном. Так вот, есть теорема, которая говорит, что если вы будете делать так, то это то же самое, что вы сначала исходный массив случайным образом перемешали, честно, честно, случайно, а потом построили дерево поиска. И такое дерево поиска будет случайное дерево поиска. Оно теоретически, конечно, может получиться бамбуком. Но с вероятностью, стремящейся к единицам, от ожидания высоты этого дерева будет логарифм n. И это будет хорошо сбалансировано. То есть чем больше у вас элементов, тем на самом деле с большей вероятностью у вас будет логарифм n. Понятно. Окей. Мы сейчас возьмем и используем идеи из Randomized Binary Search 3, вот эту вот, которая позволяет его сделать сбалансированным, к нашему quick heap для того, чтобы пивотов было не большим логарифмом. Смотрите, сейчас будем объединять две идеи. Во-первых, я уже показал, что наш quick heap на самом деле тоже дерево, просто у него правые части, как бы так сказать, не очень нормальные, то есть большие блоки с вопросиками. Но в целом это тоже дерево. И когда нам нужно что-то добавлять, мы тоже можем подбрасывать монетку. Давайте поймем, как мы это будем делать. Итак. Вот я снова сейчас нарисую представление quick heapа в виде дерева. Где стек пивотов — это левый путь, справа просто блоки. Ну, чанки мы их называем, да? И нас попросили вставить какое-то число. И мы идем сверху вниз. Давайте точно так же для каждой вершины подбрасывать монетку, которая выпадает с вероинностью один делить на размер дерева. Подбрасывать монетку. И если монетка выпала, то мы не просто будем помещать x в нужный чанк, а все пивоты, которые слева, уничтожать и объединять в один блок. То есть вот если в момент поищения вот этой вершины я подбросил монетку и она выпала, то я не только x добавил, но еще и все чанки склеил. А x добавляем вот сюда. Ну, x у нас справа добавляется. Но на самом деле неважно. Можно сюда добавить. Это… В смысле x добавляется туда, куда ему надо. Если он меньше, чем этот элемент, то сюда. Если больше… Да, наверное, нет. Вру. Сюда добавляется x. Раз мы еще не дошли до конца, мы просто шли по пивотам, еще не дошли до нашего места, куда надо x ставить, просто идем. Подбрасывали монетку, и он такой хобана, не надо идти дальше. Просто склеив все, выкинь все пивоты, которые у тебя дальше, склеив один блок, и x туда же засунь, в этот же блок. Да, x в этот же блок. Понятная идея, да? Это в некотором смысле, на самом деле, можно сказать, что мы x объявили вот тут корнем, и дальше что-то там сделали еще, но так как нам не важно, что мы там сделали, потому что чанк для нас это просто мясо, в смысле там внутри нас только не интересует, может там ничего не делать. То есть как бы randomize binary search tree, в котором мы не доделываем дело до конца, потому что на самом деле не интересует, что лежит внутри блоков. Технически это будет выглядеть следующим образом. Мы когда делаем вставку, мы пойдем по нашему стеку пивотов. Давайте поймем, вот мы рассматриваем какой-то пивот, как узнать размер дерева, чтобы его дополнительно нигде не хранить. Ну понятно, что вот для пивота P1 размер дерева это все элементы. Для пивота P2 размер дерева это до P1. То есть можно просто взять индекс предыдущего пивота, это и есть размер дерева. Индекс в массиве в смысле. То есть там, если P1 это указатель, то P1 минус указатель на начало. Это и есть размер дерева. Размер дерева в данном случае нам хранить даже не надо нигде. Подбрасываем монетку. Понятно, что пока мы вот тут близко, если массив большой, а нас интересуют такие ситуации, и мы находимся близко к концу массива, где-то вот здесь, то вероятность очень маленькая будет. Один делить на большое число. И она вряд ли выпадет. Но чем ближе к левому краю мы подходим по вот нашему стеку пивотов, чем больше пивотов у нас, чем ближе мы подходим к левому краю, тем с большей вероятностью мы просто берем, кладем сюда x, не ищем дальше место, куда вставить. И весь левую область объявляем одним большим чанком. То есть все пивоты, которые лежат левее, стек выкидываем и вообще забываем, что они там были. Вот такая идея. С одной стороны кажется, что мы сделали ерунду. Если вам так кажется, я вас прекрасно понимаю, потому что мы взяли и продолбали просто часть информации. То есть мы делали партишнинг, старались, находили пивоты, там медианы, все это красиво, стек складывали. А сейчас просто взяли и всю эту работу поделили на ноль. Их ставили куда-то в рандомное место, больше там инвариант наш не выполняется, и мы просто забили, короче, на структуру, которую там делали. Кажется, что это ерунда. Это нормально, если так кажется. Значит, не ерунда, это по простой причине. Мы таким образом сможем себе гарантировать, что вставка, ну, что количество пивотов не будет бесконечно расти и очень большим становиться, и вставка будет работать за нормальное время. То есть да, мы сделали себе хуже в том смысле, что операция экстракта минимума, поиска минимума, теперь будет работать дольше. Потому что если мы сейчас, прямо сейчас, после того, как такую штуку сделали, позовем поиск минимума, он пойдет снова партишнинг то, что только что было запартишнино. Ну, сори, чувак. Ну, как бы, зато, зато количество пивотов не очень большое. О, ты прям сегодня отличный вопрос задаешь. Значит, вопрос, насколько хуже мы себе сделали, и не будет ли теперь пивотов слишком мало. Начинается 20 минут математики. Сейчас мы с вами будем оценивать, что же такого получилось. Для этого мы позаимствуем два утверждения, которые верны для Randomized Binary Research 3, то есть для рандомизированных в деревьях поиска бинарные. Утверждение первое. Ну, в статье называется LEMMA 1, но я, наверное, не буду такими уж совсем страшными словами козырять. Утверждение первое. Предложение. Ну, это совсем стартерство какое-то. Значит, как бы это назвать? Ладно, не важно. Утверждение первое. Если у вас есть вот это рандомизированное дерево поиска и вы берете в нем левый путь, это на самом деле длина, ну, это наш стек пивотов. Берете левый путь, то мат ожидания, мат ожидания длины левого пути, мат ожидания длины, это O большое от логарифма N. То есть в среднем в таком дереве в левом пути будет O от лога N. В худшем случае, конечно, O от N, но в среднем O от лога N. Давайте сейчас сообразим, как это доказывается. Ну, понятно, как доказывается. Значит, мы не будем доказывать вот то базовое утверждение про рандомизированное байнарии сетч-3, что если вот эту вероятность 1,9 размер дерева использовать, то вы получите случайное дерево поиска. Давайте просто этому поверим и будем считать, что нам дано случайное дерево поиска бинарное, и нас спрашивают мат ожидания длины левого пути. У вас есть массив, и какое это случайное дерево поиска построено на нем? Ну, понятно, что если оно, честно, случайное, то в корне может оказаться любой из элементов нашего массива, как самый минимальный, тогда оно будет все вправо такое скошенное, длина левого пути будет вообще один. Так и в корне может лежать самый большой элемент, тогда потенциально длина левого пути будет очень большая. Но вот любой элемент, что минимальный, что второй по величине и так далее, может быть равновероятно в корне. Соответственно, пусть мат ожидания длины левого пути, длина левого пути, L назовем ее, для размера дерева N, это что такое? Это единица, это вот корень, это высота корня, плюс мат ожидания длины левого пути для того дерева, которое является левым ребенком корня. А размер левого ребенка, ну, соответственно, если тут минимум в корень попал, то левый ребенок имеет размер 0, ну, все левое под дерево. Если тут второй элемент по величине, то левый ребенок, точнее, вот все это левое под дерево имеет размер 1 и так далее. То есть надо еще прибавить сумму по потенциальным размерам левого под дерево. Значит, от нуля, ну, до N минус 1, видимо. Все эти события равновероятны, то есть они с вероятностью 1N случаются, плюс 1N. И L от I. Мот ожидания для дерева размера I. Еще раз. Длина левого пути это 1 плюс длина левого пути в левом сыне. В левом сыне количество вершин это число от нуля до минус 1, ну, и каждое из этих событий случается вероятность 1N. Поэтому, чтобы получать мат ожидания длины левого пути, надо 1 плюс просуммировать мат ожидания и 1N навесить. Давайте вопрос. Это же математика, пошла hard-dose. Должны быть вопросы. Особенно те, кто давно не разминался в такой штуке. Понятно? Сейчас будем суммировать. Значит, так, все, это уже математику начали, это все не нужно. Ну, или кто-то скажет, чему равно L от N. Может, у кого-то интуиция математическая хорошо работает. Давайте L от нуля посчитаем. Все-таки это индукция, поэтому L от нуля надо как-то посчитать не по ней. L от нуля... Но по какому основанию давайте поймем. Я же сказал O от логарифм. Вот все не так просто. L от нуля это ноль, конечно. Если у нас ноль вершин, то высота левого пути это ноль. L от единицы по формуле просто это единица. Ну, дальше очевидно, да, L от N равно N, казалось бы. L от двойки это что такое? Это 1, плюс 1, вторая на единицу. Ага. Давайте вообще научимся L от N выражать через L от N минус 1, то есть через предыдущее. Значит, возьмем предыдущее L от N минус 1. Там то же самое, только коэффициент 1 на N минус 1 и сумма, ну, до N минус 2. А все остальное то же самое. То есть в целом L от N и L от N не сильно отличаются. Давайте возьмем L от N минус 1, вычтем эту единицу, останется только сумма. Умножим ее на N минус 1, поделим ее теперь на N, а, ну, прибавив сначала L от N минус 1 и в конце прибавим единицу. Вот я так, чтобы просто всегда плохо иметь дело с рекурсией, которая рекурсивна действительно всех предыдущих чисел. Всегда удобно через предыдущую уметь выразить. Вот я выразил L от N через L от N минус 1. Итак, я взял предыдущую такую же сумму, вычел из нее вот эту вот единицу. Тут коэффициент был 1 делить на N минус 1, поэтому я умножил на N минус 1. Это я получил чисто сумму. Прибавил к сумме то слагаемое, которого не хватает, это L от N минус 1. поделил вот на этот N и прибавил вот эту единицу. То есть я скукожил формулу, потом раскукожил. Понятно, да? Непонятно. Отлично. Это хорошо. Значит, смотри. Вот эта формула для L от N я ее сейчас запишу вот так. L от N равно 1 плюс тут N, потому что 1 N, а тут L от 0 плюс L от 1 плюс и так далее плюс L от N минус 2 плюс L от N минус 1. Согласен? Я переписал. Теперь записываю по той же формуле L от N минус 1. Это 1 плюс. Вот тут делить будет на N минус 1, а сверху сумма будет почти такая же, кроме последнего слагаемого. Ага. Что еще раз? Да, но я вот теперь пытаюсь вот это вырезать через вот это, поэтому максимально вот эту штуку использовать. Что я делаю? Я из L от N минус 1 вычитаю единицу, получаю вот эту дробь. Следишь? Вот минус 1. Получил дробь. Умножил эту дробь на N минус 1. Умножил. Получил вот эту сумму. Прибавил L от N минус 1. Получил вот эту сумму. Поделил на N. Поделил на N. И прибавил единицу. Но с другой стороны просто. Все, магия у всех сошлась, да? Или еще разок? Нет, давайте понимать. Это на самом деле очень красиво. Просто ответ-то красивый будет и совершенно неожиданно в некотором смысле. Еще и L приплетем. То есть тут как бы все получится. Итак, вот получилась такая штука. Ну, тут дальше попроще. Просто раскрываем скобки. Значит, L от N минус 1 на N. Следите, потому что у меня тоже вечер. Минус N. Минус L от N минус 1. Плюс 1. Плюс L от N минус 1. Это уже вот это пошло. Одиница – это N делить на N, поэтому плюс N. И все это делить на N. Ну, что? То, что я обожал в пятом классе больше всего вот так. Так, оп, 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 оп. Что осталось? N на N сокращается. Получается равно L от N минус 1 плюс 1 N. Это ли не прекрасно, друзья мои? Это ли не чудесно? Значит, на самом деле L от 3 это L от 2 плюс 1 треть. А L от 2 это 1 плюс 1 вторая. Значит, L от 3 это 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья. L от 4 это 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 четвертая и так далее. Значит, L от N это матожидание высоты левого пути в дереве размера N. Это 1 плюс 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 N. Это ряд расходящийся, и Эйлер много лет назад, еще до того, как появились LF-скелетон 3 и вот это все, доказал, что это есть логарифт примерно, такая сумма. Ну, это сумма гармонического ряда, она обозначается HN, и это примерно равно натуральный логарифм N. Плюс некоторый коэффициент поправки Эйлера. Поэтому это логарифм. Ну, а для нас это обольшой, это логарифм N. Вот так вот все оказывается. Утверждение 2. Если мы возьмем, опять, randomized binary search 3, вот такое вот дерево поиска случайное по сути, возьмем его левый путь, и для каждой вершины в левом пути возьмем размер соответствующего поддерева, ну, то есть размер всего дерева плюс размер вот этого, плюс размер вот этого, плюс размер вот этого и плюс размер вот этого, то суммарно получится O большой от N. То есть несмотря на то, что мы тут вот все дерево это N, а мы еще к нему кучу всего прибавили, вот если у вас randomized binary search 3, то суммарно O от N. Докажем. Там, на самом деле, то же самое. Ну, в смысле, очень похоже получается, поэтому сейчас должно легче пойти. Мотожидание суммы. Размеров деревьев по левому пути, вот я так напишу, это, конечно, очень так неформально, но понятно, да, вот идем по левому пути, суммируем размеры деревьев с корнями в вершинах левого пути. Мотожидание есть O от N. Доказывается ровно так же. Мы знаем, что у нас случайное дерево поиска, обозначим, что там, сумма S от N. Мотожидание этой величины для дерева размера N. И что это такое? Это, во-первых, вот размер всего дерева, то есть N плюс, плюс мотожидание такой же суммы для левого ребенка. Мы знаем, что размеры левого ребенка – это с вероятностью 1N, все числа от 0 до 1, поэтому тут такая же сумма. По размеру левого ребенка S от I. Все это с вероятностью 1N. Каждая из этих штук с вероятностью 1N, поэтому на 1N. То же самое, только не 1 плюс, а N плюс. Ну, я сейчас считерю. Значит, вычитаем вот тут вот N, а не единичку, и прибавляем вот тут N, а не единичку. Это то же самое, значит, попытка выразить S от N через S от N минус 1. Да, конечно, что-то должно остаться. Значит, раскрываем скобки. Что? О, L осталось. Да-да, копипастим. Значит, снова большая дробь с N внизу. S от N минус 1 на N минус N в квадрате плюс N минус S от N минус 1 плюс N в квадрате. Ну, снова большая часть уничтожается. N в квадрате уходит, это уходит, это уходит. И остается, что это равно S от N минус 1 плюс N делить на N. N — это единица. Вообще красота. Просто, то есть S от нуля у нас 0. Ну и тут как бы мое мегаутверждение, что если S от N все равно единица, то сделаем вывод, что S от N равно N работает. Действительно, S от N равно N просто. Но там от ожидания, нам достаточно, что она от N. Понятно. То есть несмотря на то, что мы размер всего дерева N, вот мы тут прибавили еще кучу размеров деревьев, все равно это от N. Окей. Вот такие два утверждения. Это все на самом деле не про QuickHip утверждения, а даже про Randomized Binary Search 3. Но для нас они важны, потому что наш QuickHip — это по сути Randomized Binary Search 3, у которого просто правая часть, и есть только левый путь, а правая часть за вопросиком. Вот и все. Все остальные свойства мы наследуем от Randomized Binary Search 3. Значит, ну, дальше все понятно. Смотрите, количество пивотов — это есть длина левого пути. А мы только что доказали, что в среднем длина левого пути — это O от logarithm N. Поэтому количество пивотов, теперь logarithm N — это нам хорошо. Но мы сейчас еще более крутую штуку сделаем. Значит, смотрите. Да, время чуть есть. Тут важно, что операции помогают друг другу. Если вы сделали partitioning только что, то… У кого-то окей, Google сказал. Если вы сделали partitioning, то следующий partitioning будет очень простой, потому что он у вас уже остался partitioning только маленького блока. Поэтому это то, что я имею в виду, по словам я просполагаю друг другу. И на самом деле есть специальный способ говорить о том, что амортизационно… Вот сейчас меня убьют теоретики, но я скажу в среднем операция будет выполняться даже чуть быстрее, чем наша с вами заявленная сложность. Почему меня убьют, потому что я говорю в среднем? Потому что мы и так уже в среднем из-за вот этого мат ожидания. И это на самом деле разные вещи. Есть в среднем, есть амортизационно. Что значит в среднем? Это значит, что with high probability приемлеметесь в бесконечности. То есть типа Тервер говорит, что в среднем. Это значит, что не всегда, но вот в среднем. Это ожидание такое. А что значит амортизационно? Это значит, что у вас есть много операций, то несмотря на то, что некоторые операции будут делаться долго, некоторые другие будут делаться быстро. Ну, самый, наверное, простой и знакомый многим пример – это какая-нибудь, конечно, таблица, которая, когда у него load factor слишком большой становится, ну, че? Да, load factor становится слишком большой, большего от порога. Она удваивается. Вот удвоение – это долгая операция. Но мы делаем эту операцию так редко, что можно говорить, что амортизационно все операции работают за вот единицы. Хотя конкретно вот операция, на долю которой пришлось увеличение хэштаблицы, она-то будет делаться долго. Но мы как бы размазываем эту сложность по всем остальным операциям, и на каждую достается по вот единице. Такая оценка называется амортизационная. И анализ, который позволяет такие оценки делать, называется амортизационный анализ. Вот мы сейчас амортизационно проанализируем нашу штуку и получим, на самом деле, еще более крутые оценки. Правда, они будут амортизационные в среднем. Ну, то есть, мы от ожидания того, сколько будет делаться операция, если операций много. Вот так вот. И для того, чтобы применить амортизационный анализ, мы используем метод, который называется метод потенциалов. Это, на самом деле, метод, который очень часто используется лимберационного анализа. На мой взгляд тоже очень красивый. Я его очень хотел вам показать, поэтому, собственно, и решился не просто проговорить сложности, а немножко хотя бы на пальцах показать, как он работает и как с помощью него что-то доказывается. Что такое метод потенциалов? У нас есть структура данных. На день делаются операции. Вставки, поиск минимума, извлечение минимума, удаление и так далее. Мы возьмем после каждой операции состояния нашей структуры данных и введем функцию потенциал от этого состояния. Функция φ или по-русски f от состояния нашей структуры данных будет равно следующему. Это будет сумма по всем пивотам, по всем p. Давайте так, по всем i, по всем индексам пивотов. От нуля до количества пивотов. Количество. Так и напишу. Индекс поитова. Где индекс поитова? Это индекс массива, на котором стоит поитая. Вот такая вот функция, потенциальная функция. Почему такая? Это отдельный вопрос. И кто догадался такое взять? Давайте пока примем за данное, что вот она такая. Заметим, что вот у нас есть пивот, где-то на левом пути лежащий. И мы знаем, что индекс пивота это на самом деле размер дерева. Вот этого. Индекс пивота в нашем массиве это размер вот этого дерева. Все эти элементы лежат ровно левее этого пивота, а вот этот блок лежит правее этого пивота. Индекс это пивота, ну да, может плюс-минус единица. А поэтому сумма индексов всех пивотов это вот эта самая величина, которую мы во втором утверждении искали. Это сумма размеров вот этих вот деревьев. Потому что каждый пивот имеет индекс, равный размеру дерева. Это понятно? Точно? Или надо еще раз показать? То есть у нас в нашем массиве, давайте я его все-таки нарисую, в нашем массиве есть пивоты по первое, тут по нулевое, по второе, по третье. Вот так упорядочены справа налево, пронумерованы. И вот этот блок между по первым и по нулевым, это вот этот блок. Соответственно, индекс по первого это размер вот этого дерева. Потому что это как раз ровно все элементы, которые левее по первого. В том числе по два, по три, ну и все, что у них тут лежит. Индекс по второго, то есть вот это вот, это размер вот этого дерева, который лежит под по вторым. И так далее. Поэтому сумма в конце, когда все операции выполнились, допустим, у нас осталось m маленьких элементов, и мы знаем, что в конце эта штука это O от M, потому что утверждение 2. В среднем, конечно. То есть от ожидания этой штуки в конце работы алгоритма это O от M, где M это количество элементов в конце работы алгоритма. Но нас будет интересовать не столько значение в конце этой штуки, сколько ее последовательных изменений, то есть как потенциал меняется при каждой операции. Изначально давайте называть это fm нулевое, это когда структура данных пуста. У нее потенциал нулевой. Потому что там нет элементов, нет пивотов. Можно считать, что у нее есть p нулевое, которое стоит в индексе 0. Короче, нулевой потенциал. После первой итерации у нее будет f от M первое и так далее. И после M операции у нее будет f от M МТ. Не МТ, а количество элементов. Operations. Нам не очень нужен этот индекс, как вы понимаете. Назову его длинно. В конце это будет f от M operations. Это O от M. И нас интересует, как этот потенциал будет меняться. Почему нас это интересует? А смотрите, потому что мы не можем оценить, сколько прямо операции на процессоре условно сделает какая-то инструкция вставки. Ну не инструкция вставки, а вот запросов на вставку. Потому что если ему много пришлось партишни, то он много сделает. А если все было запартишено до него, то мало. Мы не знаем сколько. Мы сейчас придумываем фиктивные стоимости и покажем, что они в некотором смысле эквивалентны настоящим. А вот пусть c и t – это реальная стоимость и t операции. То есть сколько там времени машинного нашего процессора мы заняли. Мы введем c и t с волной. Равное c и t плюс то, насколько изменился на и t операции потенциал. Вот это на самом деле стандартный для потенциального анализа трюк. Но когда первый раз увидишь, кажется, что что, зачем, потенциалы, какие-то стоимости. Это называется учетная стоимость. Куда так много? На самом деле это очень просто. Есть реальная стоимость, сколько мы потратили на выполнение операции, а мы введем учетную стоимость, равную реальной, плюс потенциал в состоянии i-1, то есть на предыдущем шаге, минус потенциал в новом состоянии. Вот операция перевела в какое-то новое состояние, у нее новый потенциал. Вот так вот. Ну и еще давайте прибавим вот это вот итоговое состояние. f от m делит на operations. Деленое на количество операций, на operations. Сейчас поймете, зачем. Это, ну это константы некоторые, мы прибавим, чтобы у нас все совсем совпало, все супер хорошо получилось. Зачем эта сложная штука нужна? Смотрите, мы сейчас просуммируем все c и ты. Вот это равенство, просуммируем по всем i, по всем операциям. Слева мы получим сумму наших учетных стоимости по всем операциям. Справа мы получим сумму всех, настоящую стоимость, то есть сколько реально стоили суммарно все нам операции. Плюс что еще? Ну тут понятно, что вот эти штуки, они друг у дружки уничтожатся. Останется плюс f от m нулевое минус f от m operations, то есть последнее. Ну и еще плюс, вот эта штука, она вошла ровно operations раз, потому что у нас сумма и от 1 до operations. То есть еще плюс f от m operations. И это уничтожается. Это уничтожается, а f от m нул это ноль просто, мы знаем. И получается, что сумма наших учетных стоимости по всем операциям, то есть каждая отдельно взятая учетная стоимость отличается от реальной стоимости на какую-то хреньку. Но сумма всех учетных операций по всем операциям равна сумме всех настоящих стоимостей. Поэтому если мы вот это не можем оценить, давайте оценим вот это и скажем, что суммарно на все операции, ну например, если у нас было t операции, мы потратили от t вот здесь вот, то значит мы здесь потратили суммарно от t. Может быть каждая операция, может быть была одна операция вес от t, остальные за от единицы, мы не знаем. Но мы можем сказать, что суммарно мы потратим вот столько, дальше поделим и скажем, что амортизационно каждое стоило нам от единицы. Даже если какая-то одна из них стоила дорого. На самом деле в каштаблице ровно эта трюка используется. У вас одна операция долгая, но вы говорите, что если операций будет много, то суммарно они потратят вот вот столько и можно поделить эту суммарную сложность на количество операций понятно зачем мы вводим учетной стоимости мы сейчас непонятно а мы не знаем как ассенции то а вот как ассенции то есть крышка мы сейчас придумаем и значит она подача кажется что их суммы равны учение оказалось и поэтому сумма ценит их с крыши крым с чем с волной равно сумме обычных операций то есть можно оценивать не эти операции не эти стоимости вот эти давайте теперь оценим вот именно с нашей функции потенциала оценим цит из крышечкой для разных операций давайте оценивать будем по этому определению нашим вот это наше определение нашей учетной стоимости по нему будем оценивать допустим мы вставляем чтобы вставить элемент что нужно сделать не давайте вставка сложный давайте искать минимум ищем минимум файд мин чтобы найти минимум что делаем вспоминайте партишнинг партишнинг левого блока партишнинг делается за линейное время от размера блока но после этого там появляются пиво ты то есть вот допустим мы сколько-то потратили на партишнинг сколько-то реальную операции сделали на процессоре не знаем сколько реально не знаем что не знаем какой блок нам кто за противник но в эту вот сумму внутри которая потенциала написано добавились новые пивоты после того как мы эту операцию сделали потому что мы запратишнили там новые пивоты добавились и сумма этих новых добавленных пивотов она ровно равна размеру этому блоку давайте я нарисую еще раз дерево и так у нас была вот такая картинка был какой-то левый путь и было два блока и поиск минимум он что делает он спускается и точнее не спускается берет вершину стека тут не партишнинг он превращает его он превращает его в такую структуру но добивается того чтобы слева был не блок а вершина отдельная это партишник согласны партишник левого блока заодно мы нашли минимум и в список пивотов добавилось три числа раз два три начнут в эту сумму добавилось 33 слагаемых чему они равны ну для вот этого числа индекс равен 0 для этого пивота для этого пивота индекс равен размеру от этого под дерево где вот этого пивота размеру вот этого под дерево то есть вот эта сумма увеличилась на сумму вот таких вот деревьев а мы знаем что сумма таких деревьев это о от количества элементов мы можем забыть что вообще сверху что-то есть считать что у нас вот такое вот рандомайз by binary search 3 и мы знаем что вдоль левого пути у него сумма таких деревьев по второму утверждению это от количества вершин всего а количество вот здесь всего в зеленом это размер левого блока то есть размер левого блока это и есть то насколько увеличился потенциал с другой стороны размер левого блока это есть то сколько мы физически потратили что мы знаем что партичник работает за от размера левого блока значит c было потрачено равное размеру левого блока мы не знаем сколько это мы знаем что размер левого блока и потенциал изменился вот эта вот разность это разность настолько же мы так круто выбрали функцию потенциала, что она изменилась настолько же, со знаком минус там. Точнее, вот тут будет со знаком минус, потому что мы из меньшего вычитаем больше. То есть функция потенциала увеличилась, потому что слагаемые добавились. И она увеличилась ровно столько, сколько мы физически потратили. Это значит, что для этой операции c с волной будет равно нулю просто. Мы можем считать, что мы эту операцию делаем за о от единицы. Сейчас был хитрый переход. Где-то обманул. Нет, мы вычитаем из меньшего больше. Тут отрицательное число получится. c минус c. Ну, мы про о от единицы. Я так вперед немножко забежал. Давайте. Итак, важно, что для операции findmin c с волной равно нулю, потому что изменение потенциала просто равно реальному тому времени, которое мы затратили. Константа она и в Африке константа. Ну, плюс константа. Ну, ноль от единицы. Хорошо. О от единицы. Там и не ноль на самом деле, потому что мы на самом деле честно c не знаем. Мы знаем, что это линейная функция от размера блока. Важно вот, ну, все в терминах о сейчас делаем. Мы уже вышли с вами на тот уровень, когда некоторые вещи, видимо, додумываются. Да, все, конечно, на уровне о, больших, все оценок и так далее. Это findmin. Ну, extractmin, он вообще легко делается. Мы просто сдвигаем… А, нет, не легко. Извините. Давайте extractmin. Extractmin. Делается это он легко. То есть стоимость у него ноль можно считать. реальная. Ну, потому что что такое extractmin? Это один элемент со стэка убрать. Ну, ладно, не ноль, а от единицы, если хотите. Один элемент со стэка убрать и вот эту границу начала сдвинуть. Что мы знаем, что если мы уже его нашли, минимум, то он вот тут где-то слева, ну, в нашем списке слева, просто сдвигаем границу и все. Но потенциал меняется очень сильно в этот момент, потому что все P вдруг уменьшаются на единичку. Все индексы всех пивотов уменьшаются на единичку. Согласны? Это значит, что изменение потенциалов, давайте дельта-фин напишу, будет равно длине левого пути, ну, то есть количеству пивотов. Мы знаем, что в среднем по утверждению 1 это O от логарифма M. M, да, у меня там было M количество элементов. В этом случае удельная стоимость, то есть реально мы сделаем супербыструю операцию, но наша удельная стоимость будет, к сожалению, не такая хорошая, она будет O от логарифма M. Ну, это цена. За то, что мы тут шиферили себе сделали O от единицы, тут им рационная оценка будет хуже. Ну и, наконец, insert. Вставка нового элемента. Как делается? Мы, допустим, дошли до какого-то вершины и вставились. Мы прошли не больше, ну, давайте, мы прошли не больше, чем логарифм, потому что мы шли по левому пути, ну, точнее, не больше, в среднем не больше, чем вот логарифм. Я вот иногда могу забывать говорить в среднем, но надо помнить, что все наши утверждения, они только в среднем валидны, поэтому от этой приставки мы никогда не идем. В среднем мы прошли не больше, чем O от логарифма M и куда-то вставились. Но там был нюанс, помните, мы монетку подбрасывали. И с некоторой вероятностью мы себе откусывали пивоты и что-то делали. Давайте поймем. Значит, реально эта сложность тут будет O от логарифма. Ну, потому что реальная сложность insert, мы помним, забудем про все наши потенциалы и все такое. Реальная сложность, она реальную жизнь оценивает. Мы просто идем по пивотам, что-то подбрасываем и пихаем в нужный чанг. Либо когда монетка выпала, либо когда мы дошли до конца. Вот и все. Может быть, что-то еще удаляем из стека. Ну, это O от логарифма. А вот как я видел, с потенциалом тут все хуже. Если мы, если монетка нам никогда не выпала, то все вроде бы легко, да? Смотрите. Если монетка никогда не выпала и мы шли по пивотам и просто сколько-то пивотов сдвинули на единичку, то их индексы увеличились на единичку. Правильно? Значит, сумма индекса сдвинулась не больше, чем на логарифм. То есть, если мы ничего не подбрасываем, ну, точнее, нам монетка никогда не выпала, то дельта фи есть логарифм. И это хорошо, там в этом случае снова будет O от единицы. Если же монетка в какой-то момент выпала, давайте рассмотрим. Допустим, она выпала на глубине D. Вот мы шли-шли-шли и на глубине D выпала монетка. Мы ее подбрасывали с вероятностью 1 делить на размер дерева, где вот это дерево T. В этом случае пивоты, которые были ниже, они исчезли. И наш потенциал уменьшился. Вообще, когда потенциал увеличивается, это хорошо. Мы как бы в запас себе будущему даем денежки на будущие операции. Когда потенциал уменьшается, это плохо. Нам глобально нельзя выйти сильно в минус. Поэтому вот когда у нас потенциал вот тут увеличивался, это было прям очень хорошо. То есть мы сделали работу и потенциал также увеличился. Все хорошо, мы считаете, заплатили себе будущим. Когда потенциал уменьшается, это плохо. И когда нам не повезло и монетка выпала, мы жестко выкидываем кучу пивотов, ну все, которые оказались ниже, и это уменьшает потенциал. Но сумма этих потенциалов, сумма этих индексов, которые мы выкинули, она как раз, помните, от размера этого дерева по утверждению 2 снова. Ну в среднем. Поэтому мы вот с такой вероятностью уменьшаем нашу функцию потенциала на от размера дерева. Вот с такой вероятностью. После этого можно сказать, что в среднем он процессионно уменьшаем на от единицы. То есть если мы с такой вероятностью на от модуль t уменьшаем, то мы будем уменьшать сильно, но редко. Это как опять же в примере с хэш-функцией. От единицы. Все. Получили вот такие вот учетные стоимости. От единицы find, от логарифма extract и от единицы insert. И теперь, когда у нас много операций, реальные стоимости другие, помните. Но можно считать, когда у вас много операций, что любой find минимум делается за от единицы, экстракт минимума делается за логарифм, а insert делается за от единицы. Это неправда, но на большом количестве, если вы сложите сложности всех ваших операций, это будет правда. Точно так, как с увеличением хэш-таблицы. Ну, пару слов заключительных. У меня после лекции про quick heap нигде не осталось quick heap и все в формулах. Это ужасно. Давайте я верну чуть-чуть quick heap в виде массива и пару слов скажу, почему, собственно, одна из причин, почему он еще такой быстрый и хороший. А он реально быстро просто по бенчмаркам он там в 4-5 раз уделывает heap на обычных нормальных данных, не супер больших. Вот у вас есть массив и в нем есть пивоты. Так вот утверждается, что алгоритм очень хорошо попадает в кэш, то есть то, что называется кэш-обливиус алгоритм. Почему? А потому что в кэше можно хранить, во-первых, весь стэк. У вас длина стэка примерно от логарифма n по утверждению 1. Это при нормальной хран влезает в стэк. Ну, не в строчку, ой, в стэк, в кэш. Не в строчку кэшу одну, но в кэш. Соответственно, весь стэк запихиваем в кэш. А еще в кэш запихиваем то, что лежит после пивотов. Вот такие блоки после пивотов и еще блок в начале такой запихнем в кэш. Ну, выберем такой размер, что это влезет в кэш. Точнее, вот тут, по-моему, сколько это надо тоже, по-моему, по логарифмам брать, что ли, элементов. А все остальное, вот сколько останется от кэша, запихнем, возьмем префикс. После этого почти все операции будут очень жестко попадать в кэш. Ну, то есть, у нас идея в том, что партишник делает только левого куска всегда, если делается, и почти всегда он будет попадать в этот левый блок. А вставка, она по одному элементу справа от каждого пивота использует и будет попадать вот в эти блоки. Понятно, что рано или поздно мы выйдем за предел этих блоков, ну, мы возьмем в этот момент новый кусок, запихнем в кэш. Иногда будут такие подтормаживания, когда мы новую строчку из памяти в кэш перекладываем, но в большинстве случаев мы будем попадать в кэш, который заранее подгрузили. И это очень круто, потому что кэш намного быстрее, чем оперативная память. И этот алгоритм очень дружит с кэшом современных процессоров. Поэтому он еще и быстро. Точнее, еще и поэтому он быстро. Это уже никакого отношения к этой всей мутной тени со большим не имеет. Это имеет отношение просто к реальной нашей самой жизни. Если вопросов нет, то всем спасибо. Спасибо.